здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала я рада вас приветствовать у себя в гостях сегодня я хочу вам показать как я делаю вот такие вот поп-ап открытки эти открытки довольно таки популярны они хорошо пользуются спросом у заказчика потому что нравится людям что она довольно таки неожиданно например дарят в таком сложном состоянии когда она раскрывается оказывается что бабочки там внутри еще и летают или например вот такой вот свадебный вариант тоже вот сложенном виде она вот так вот выглядит а в разложенном выплывают лебеди с обратной стороны здесь можно сделать например по желанию конверт под деньги и подарить такую открытку молодоженам на свадьбу итак если вы заинтересовались то смотрим дальше видео я вам все покажу и расскажу как делать что мне потребуется для работы для работы мне потребуется бумага для скрабукинга размером 30 на 30 сантиметров два листа то есть это не бумага двухсторонняя то есть одной стороны рисунок и с другой стороны рисунок затем дырокол с тиснением я из него буду вырубать бабочек бабочки два с половиной сантиметра самые разнообразные бумажные цветочки а также вырубка листочки веточки шишечки и тому подобное затем палочка для беговки карандаш линейка нож и самое обычное тарелку на обоих листах я делаю разметку 15 сантиметров ставлю точку и затем от 15 сантиметров откладываю еще семь с половиной то есть получается двадцать два с половиной то есть одна точка нас идет на 15 сантиметров другая на двадцати двух с половиной сантиметров также делаю это внизу листам для того чтобы проложить ровную линию и теперь по отмеченным точкам делаю беговку и по этим линиям теперь я сгибаю лист смотрите то есть я сгибаю его в посередине вот я все посередине сложил и затем лист загибаю уже к себе и получается вот так вот свернутый лист один лист у меня свернут темной стороной другой лист свернут светлой стороны сейчас я их совмещаю между собой вот так вот и буду вырезать уже форму открытки с помощью тарелки в результате у меня получились четыре заготовки сейчас я определюсь с цветом то есть какая у меня будет внутренняя часть какая наружная светлая или темная от этого уже будет дальше зависит декор открытки то есть что я буду дальше делать как видите вот эта часть нижняя она довольно таки высокой то есть мне ее надо будет просто убавить то есть вот я обрежу вот так вот по рисунку и сделаю низкий бортик приклеиваться нам вот у меня вот так а из вот этой заготовки для того чтобы открытка не было жидкой мне надо сделать наслоение и что я сделаю когда я определюсь уже со сторонами вторую заготовку я уменьшу по периметру на три миллиметра от основной заготовки и уже буду проклеивать ее как декоративную сторону когда все детали полностью у нас вырезаны с этим отступом вот видите то я начинаю сборку основания открытки но что мне еще здесь потребуется мне надо чтобы открытка защелкивалась она была в сложенном виде плоская для этого я использую магнит то есть между вот этими вот слоями основным и декоративным я буду вклеивать магнит смотрите внимательно а 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 хорошо загибаться то есть если мы делали беговку в обратную сторону то здесь мы делаем совсем наоборот мы складываем и продавливаем хорошо линию чтобы карман у нас шел угол наружу а маленький карман был внутренним и точно так же мы его бегуем его теперь смотрите то есть открыточка у нас высохла она хорошо защелкивается на магнит и сейчас нам надо поставить на место наш карман то есть вот так вот мы его будем приклеивать то есть приклеивать мы будем только вот эту часть и вот эту часть остальная часть у нас будет свободно она будет вот так закрываться и так карман вклеен если все было вырезано правильно то он у вас идеально совпадет по линии загиба получается вот так вот она в открывании будет стоять и что я сделаю из обрезков бумаги которые у меня остались от кармана я вырезала полосочку она у меня 4 сантиметра промежуток внутри я сделала 7 и 3 миллиметра 7 сантиметров 3 миллиметра стороны которые у меня будут приклеиваться они по одному сантиметру и вот так вот я вклею дополнительную полочку для того чтобы туда посадить красивых бабочек для того чтобы сделать вот такой вот красивый эффект парящей бабочки не надо склеить две заготовки вот видите бабочка приподнятыми крылышками что я для этого делаю я беру заготовку сгибаю ее по крылышкам оставляю только вот полосочку узенькую тельце наношу клей именно только на тельце не на крылышки вот так и приклеиваю ее на заготовку которую не сгибала получается вот такая вот бабочка с парящими крылышками что теперь еще нужно дальше сделать для того чтобы бабочки у нас парили надо на открытку я беру полоску пластика подойдет абсолютно от любой упаковки главное чтоб он был упругий вот такой наношу клей и приклеиваю с тыльной стороны бабочки вот эту полоску пластика показать так я приклеиваю вот эти полосочки на бабочки наносить клей без разницы на что на бабочку на полоску хоть на что вам чтобы приклеилась дать высохнуть этим полосочка они хорошо клеить так наношу клей на самый кончик пластика с лицевой стороны и вот так вот приклеиваю нашу бабочку уже на место клеевым пистолетом в этом случае я не пользуюсь потому что как сами знаете он дает толщину которая помешает закрываться хорошо открытия поэтому так вот приклеиваю на момент клей получается вот такие парящие бабочки в принципе как бы вот основа открытки то уже готова то есть осталось только ее украсить как вы будете украшать это принципе конечно дело уже ваше я решила украсить ее с помощью вот такой вот вырубки всякой разные таких вот цветочков уже готовых то есть я не стала конкретно что-то делать под эту открытку то есть я щас буду делать украшение из того что у меня есть наличие вот так вот и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как оказалось, видимо, сегодня не мой день. Сначала сломался пистолет клеевой. Затем при финальном оформлении открытки отключилась камера. Ну, в принципе, как бы переснимать было жалко, потому что все основное, что нужно было, я рассказала в этом мастер-классе. Надеюсь, вы меня простите за то, что я вам не показала, как приклеить конечный декор. Но смысл был понятен. То есть, чем больше наслоение деталей, тем интереснее смотрится открытка. Тем она более живая, тем она более интересна и привлекательна. Поэтому вот такой вот конечный результат у меня получился. Вы можете его посмотреть поближе. Вот так вот она закрывается на магниты. Она примагничивается. При раскрывании она вот так открывается. То есть, вот оборотная сторона здесь можно сделать по желанию. И вот так вот открытка будет стоять и радовать того человека, которому вы подарите подобную открытку. Рада была, чтобы досмотрели до конца мой мастер-класс. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам понравилось. Ну, если не понравилось, ставьте дизлайки. С вами была Юлия. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok